Александр Якубяк уже этой осенью уйдет в армию. Сейчас ему 22, за плечами ЮРФА Госуниверситета. Молодой человек четко знает, в каких войсках хочет служить, но раскрывать военную тайну пока не желает. Познакомиться с азами военного дела мечтал еще в детстве. У меня служил отец, служил дед, поэтому я считаю, что это уже как семейная традиция. И мой младший брат тоже пойдет служить, скорее всего, когда настанет его время. Я считаю, что мужчина должен пройти все этапы становления настоящего мужчины. И армия – это непосредственно такой основной этап. Вместе с Александром в армию этой осенью уйдут полторы сотни призывников из Самарского, Куйбышевского, Октябрьского и Ленинского районов города. Ко дню призывника для будущих защитников Родины подготовили военно-патриотическую программу. Мы специально этот день призывника делаем праздничным днем, потому что считаем, что служба в вооруженных силах – это действительно и долг, и честь. А для государства просто необходимое и обязательное свое. По-прежнему главная задача осенней призывной кампании – максимальная явка призывников на пункты сбора. Во время весеннего призыва без уважительной причины на них не явились более тысячи юношей. Сейчас их разыскивают сотрудники военкомата и полицейские. Но по оценке специалистов, уклонистов с каждым годом становится все меньше. Чтобы повысить боевой настрой новобранцев, свои навыки, полученные в армии, продемонстрировали солдаты-срочники из отряда спецназа ГРУ Тольятти. Они посмотрят на тех ребят, которые уже проходят военную службу, на их светлые глаза, на их сильные руки. Потом сподвигнет этих мальчиков в дальнейшем стать сильными, выносливыми, настоящими защитниками нашего Отечества. Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Срок службы в российской армии по-прежнему один год. Призывной возраст от 18 до 27 лет. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.